всем привет дорогие друзья привет привет коктейль-тв эфире снова яша и мой отец наислав николаевич и пивко бельгийской от вклад клуба и влад клуб прислал нам пивко бельгийской да еще и с медальками друзья медалька гран-при коллекшн с амелье так то просто так то просто в общем начал искать информацию про этот пивас минимальный на дзене пару блогеров и все то есть нигде что они пишут а не понял где он его купил потому что даже по магазинам то особо то и нигде не пишут в общем с 2011 года всего-навсего всего-навсего производят я так понимаю что человек просто варил дома что-то интересное и решил коммерциализировать как там написано коммерциализировать еще есть такое слово нет я не знаю вот так на сайте в переводе с английского и сделал пивас и я так понимаю что очень хорошо хорошо продается по всей стране стал поставлять в переводе с английского на русский язык и посмотрели его ролик если Таислав Николаевич захочет он вставит этот ролик в общем там говорится что лучшее 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 используют они вот так перевелось и офигело что столько много лучшего в общем использую самый лучший соло самый лучший хмель не знаю что там самый лучший будем пробовать у нас я такого продажи не видел сорта хорошие вот нам интересно сегодня что у нас тут есть у нас тут крик бланш ручь 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 и квадриппель когда есть квадриппель у меня всегда сразу же это начинает терзать смутные сомнения да бельгийский квадриппель да всегда затылок хорошо чешется да это точно ну что давай начнем наверное давай взяли мы сегодня карпиты потому что ну в Бельгии это всегда маленькие бутылочки это всегда 033 какашульки я их называю да да какашульки мы их называем ну потому что выглядят они как будто маленькая какашечка пробочки будет коллекция пивные бокалы сюда обычно не подходят да да и пиво неконституционное достаточно да потому что бельгия это такая вкуснятина по другому даже не не каждый в Бельгии любит все равно эти господи это мы с тобой это вкуснятина это уже больше отдельно я считаю что это вообще отдельная категория пива это не масс-маркет который везде стоит допустим масс-маркет тоже есть бельгийский есть конечно конечно это будет ждет то есть кастель допустим тот же в этом масс-маркет ну да как красиво как будто красный бенок ну крик друзья что такое крик кто не знает это вишневый пиво с вишневым соком добавление вишневого сока очень многим нравится причем это из 14 века по-моему сколько говорят что типа девочковое пиво ну-ка надо зачитать за него что-нибудь говорят что девочка выпила но по итогу по статистике выпивают мужчин больше криков чем женщин ну если я вижу новый крик то я его тоже всегда беру бельгийский именно да мы всегда берем всегда берем конечно потому что это реально вкусно пивной напиток не пастеризованный нефильтрованный знаем то что пивной напиток называется пиво где что-то добавлено в россии по нашему законодательству это не вот такое дурацкое законодательство со вкусом вишни страна происхождения бельгия сварен с добавлением свежей вишни для создания выразительного фруктового вкуса если вишня свежая не сок но это кол клевер написал что-то добавили обладает насыщенным рубиновым цветом туда тоже не фильтром не пастеризованный вот такой же очень нравится очень с тонами сочной спелой вишни и освежающим вкусом с характерной кислинкой друзья так и рекомендуется подавать охлажденным до 4-6 градусов с годности еще скажи какой не всегда тесто свободу тебе алкоголь 5 градусов дата розлива 30 08 22 срок годности друзьям где его смотреть не туда но обещал бельгии два-три года здесь купил вот это мне всегда радует что ну что долго хранится у них то есть купил спокойно поставил силу кладу . ну не буду искать потому что я уже не знаю где 22 и билл единственное я знаю крикоста фото покричать за него хоть сниму ход давай сюда люди видели что пьем ну что крик вишня кстати вот крик они достаточно не ароматные да не выразительно ароматные именно вот бельгийские качественные с натуральным соком когда когда именно ароматизаторы добавлены там все открываешь и все запах вишни тут нет такого запаха вишни допустим у нас просто такой компотный аромат для больше даже ничего сказать нельзя даже чуть-чуть было есть да да мыльцо даже есть давайте играть что крик и как будто на по вкусу оценивать аромат у них такой да это именно классический крик очень качественный очень качественно пиво да кислиночка которая нужна вот она здесь есть вот кто любит кислое пиво да вот здесь вот допустим здесь очень такой нет сладости привычной бельгии здесь вообще нет ее на сухой еще причем обалденный обалденный настоящий крик давно такого не пиво уже давно такого не поводу именно настоящий крик прям хорошо классический сделан вообще это действительно очень и очень и очень хорошо как он сказал да производитель на своем сайте здесь все обалденно качественно здесь вишня реально как будто вишню знаешь намололи ее в блендере какого-то и кинули туда как будто настоящий вишня как будто не сок а не концентрат а именно вишню туда нахерачили даже косточки как будто вот вишневая есть мне хорошо слушать с балансилу вообще классно все баланс полный вкус замороженной вишни знаешь как будто из морозилки достали вот ее я и градусов здесь не ощущаю вообще абсолютно от слова нет как будто безалкогольная знаешь вот как будто морсику налью такого это очень хорошо но не всем понравится нет конечно конечно нет потому что здесь очень кислый и сухой да это кислый пиво очень киски кислый и сухой но это очень качественно это уже что-то типа ближе к вину да такое хочется пить это замечательно очень хорошо да кричит крик прям так любишь того будет бланш не зря ему медальку дали что здесь будет апельсина и кориантов или нет но самый популярный сорт бельгии это все-таки бланш на ну конечно бланш сразу ассоциация бельгия ну что у них какая-то не из-за еды лежит это все-таки самую вкусную вообще уберегет крик бланш трипель квадрюпель что там еще бланк ну бланк нет бланк есть везде не их стиль бланк все-таки везде брюн тоже везде нет нет у них крик у них бланш у них трипель квадрюпель какой же у них есть друзья напишите комментарии какие есть стили в бельгии которые именно действительно бельгийские которые создали монаш монахи эти понятно что это пшеничное пиво сейчас поставьте конечно должно быть пшеничное но последнее время тоже и бельгийцы стали я недавно покупал какой-то бельгийский такой у вас маркет там они уже рис добавляют но это удешевление подожди бельгия не соложенка всегда у них сюда не соложенка идет бельгия это не соложеная все-таки тут не просто бельгия однозначно не соложенное пиво только как они делают хорошо не соложенное пиво зачитать составчик тоже интересно уже бельгия это всегда не соложенка это и прикол вторное происхождение бельгия форт лапин бланш бельгийский белый эль как они его назвали белый эль красиво да назвали это ты сам сказал опять интеллектный перевел искусственный перевел здесь кул клевер перевел пиво верхнего брожения нефильтрованное сварено забавлением пшеничного солода отличается приятным фруктовым букетом с оттенками спелых бананов и ванили освежающим вкусом с легкой кремовой текстурой и мягкой хмелевой горечи ванили это уже интересно но это же кул клевер писал по своим для вас опять на характерен дрожжевой осадок и культуру мальчик состав вода и чмельный солод пшеничный солод мель состав я вообще не знаю смысл читать всегда нет никого не кориандра ничего нету да написано что нет это пиво то есть это такой бланш без добавления чего-то не знаю что-то сомневаюсь я ну-ка давай доливай еще посмотрим считается пивом не пивной напиток значит безо всего типа такое подобие бланш получается такой но натуральный бланш да скажем интересно да тесно пятерка шутка 5 5 газ вольда алкоголь 5 блин классные вообще бутылки этикетки вот это какой-то зайчик чё к чему непонятно никакой информации не нашел и бой что не фильтрованное не пастеризован дрожжи дрожжи плавают да есть дрожжи вот я вижу очень нравится когда в пиве есть дрожжи я не знаю я прям кайф ловлю пузырешки прям мелкие мелкие и пиво очень мутное но вообще не просвечивает пахнет таблетками аскорбинкой не таблеткой ну аскорбинка какая-то каймер знаешь парацетамор такой помнил аскорбинка прямо на аскорбинка да ну что-то да 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 медикаменты прямо это же был никаких баллов ничего нету ни бананов ничего не ощущает давайте ребята с нами где башь первую купил пробок но это не башь в пусину сладковатая бананы есть есть причем была типа на такие тайские какие-то наши сладкие такие бананчики да чисто банановое пиво и все вообще странно теперь пирует к пробую но это точно не бланш здесь нету ничего от банш от слова совсем кислинка тут вообще не могу это пиво идентифицировать кислинка на пшеничном пью не должно пшеничное пиво и да да причем пшеничка такая она не ярко выраженный пшеница есть чувствуется что пшеница есть конечно пиво вот за немножко из бокала пили уже аромат пошел немножко многовато наливаем авто не странновато кишкаешь конечно блажь я бы таки вот степу я тоже сказал что не блажь я сказал что это просто все это светло или какой-то белый там просто пшеничка да но они его и позиционируют на кодной этикетке все-таки как это просто белое пиво все-таки не башь не знаю почему написали там это написано же бланш да конечно внизу написано бланш да но опять может быть блажка вы переводит там ну это явно просто типа светлое может конечно ну это явно не в стиле и вообще никак но они не позиционируют что это как бланш я не могу его назвать бланшу вообще никак хотя в принципе пятейно но я не получил того что я хотел получить так скажу я вообще не понимаю про что здесь надо было еще целую философию написать про что сказать то он хотел да 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 лучше из лучших лучше из лучших лучше из лучших что здесь он хотел сказать ну интересно как бы конечно да я впервые купил в принципе не пробовал все но я хотел бланш а здесь его нет так что моя оценка конечно будет маленькая кисло-сладкое пиво так скажу и причем тоже суховатое тоже есть во рту сухость да но это хорошо да мне нравится когда сухое сделано вот это пиво даже может под рыбу вот когда бельгия вообще не понимаю что бельгийское пиво может есть с рыбой вот это я бы с удовольствием даже с рыбой взял поел бы крайне необычное но вообще необычно просто что сказать я не знаю хорошо плохо да если бы там была бы этикетка российского произведителя я бы сказал наверно такая говно и поставил бы 225 да 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 бельгийское как бы оно и ты такой думаешь блин человек наверно что-то знает на фиговарение после крика до этого замечательного крик да крик просто шикарный шикарный крик и ты такой понимаешь то что это же он же делал и такой планшет так бы 215 поставил бы ты знаешь вот это я тоже считаю что не у всех же одинаково получается нормально пиво варить вот они одно делают хорошо другое могут совсем загубить вообще все это тем более чуть ли не домашка это пивар чуть ли не домашний то есть он совсем недавно начал варить на большого потребителя уже как себя позиционирует что это не домашний пиво ну да то есть этот тип грубо говоря родбера по сути только бельгийского любил класс классная компания болезнь купил пиво вкусно ну смотрите как она будет все крупную такая пинг как бы хрен за хорошо это или плохо смотри одна пена наливалась вот так вот она почему-то запузырилась да у нас сейчас поджем это у нас роушь ну-ка на почитай блин уж что такое роушь вообще я уже не помню красное пиво что-то блин что-то на них его не красный в том-то и дело я про это тебе спрошу давай почитай пиво темное не пистеризованное опять не пистеризованное темное нормально перевели на я тебе переводчики там вообще сидят классный руж до форта я икота пошло кто-то меня вспоминает наверно влад влад привет тебя спасибо за пиво вообще очень удивил действительно вот москвичи они такие вот у них вот есть шанс купить прикольного необычное пиво да у нас по крайней мере я такое не встречал не было если бы оно было мы уже попробовали сто процентов я вот начинаю влюбляться в маленьких пивоваров это вот как вот у нас да вот типа крафте но у них совсем другие крафты да делают они классические сорта пива делают крафт ну крафт это имеется в маленький пивоварник естественно это очень интересно стоишь бельгий сколько их там наверно пипец причем они сразу же делают качественно то есть классные этикетки классические бутылочки классические бутылочки да вижу мне кажется они у всех такие одинаковые кульки вот эти вот что они закупают китайцы уже делают да может у них заводе какой-то свой работает и на всех сразу что там заказывают российский или китайский вряд ли в бельгии есть завод по изготовлению хотя изготовление то может есть да а сырья то у них только печменный соло все это надо в российский или украинский где-то закупаются и вновь господи пенка конечно вообще пива невозможно налить бедится просто друзья просто пену накапай как будто кончаешь да я бы уже кончил бы с удовольствием этот оргазм невозможно лезет и лезет и лезет ты хоть скажи там чё по градусу хотя бы чё там да мы ж так не не стали да мать его читать пиво в бельгийский красный эль пиво верховое воображение отличающийся насыщенным темным цветом ребят красный цвет вот эти да темный красный моча но так-то как на светлую мочу похожий в принципе странные да это вкус может быть другой конечно пенка оказалась за чего можно есть поэтому и так и много видимо так давайте мы все-таки еще вылазит вылазит заливай быстрее ждем отстой а пена офигеть на пенец не ну явно какой-то дефект да не знаю я наш дефект пиве чё друзья то в пиве как бы разбирается больше чем мы пиво время откуда вот это вот это все ну это явно лезет и лезет уже я вообще это просто нам надо цены то что из москвы доехала не разбилась в общем 2 6 половина алкоголя алкоголя 6 половина на нас и букеты всего офигеть пенка вот я что-то в бельгии такую пенку не помню такую крупную есть что-то явно с ним не то то есть ну блин так пенится как шампунь какой-то давай поедем пенку что смысле мотор шампунь ну шампанская да в койта шапунь шампанское что-то дрожжевой sweat talk иuard такие прям круто пока 2era 快 Terета толщин our food 1 1 но это ну тоже fixes этого сюда Это уже вкусно, но это где стиль-то? Здесь не надо ничего. По мне это чистый бланш. Он просто сварил и такой, как это назвать? Забыл, как это назвать? Как это назвать? Вроде бы как кровь сварил, но получилось вот так. Это бланш, это обыкновенный бланш. Да не, какой здесь бланш, не добавлено ничего. Обалденное пиво, очень вкусно. Как будто бы домашнее, реально, как будто с душой. Как будто прямо он... Вкус хороший, вкус сладенький. Вкус бельгий. Именно бельгийского пива, вкус прямо идеальный, хорошо. А алкоголь вообще не чувствуется алкоголь. Здесь в эффектах миллиард. Или это так вкусно? Да. Здесь как будто нарушены все правила изготовления пива. В принципе. Какое темное, где красное, где темное, ничего нету вообще. Пена просто сумасшедшая. Здесь что-то нарушено, все, знаешь... Слушай, еще охота даже не будет. Это прямо... Это очень вкусно. Это очень вкусно. Пить его невозможно. Из-за вот этого... Впервые вижу вообще пиво такое, чтобы вот так пенилось. Да? Жесть, конечно. Здесь нарушено вообще все, да? Кай. Ооо. Не, ну пиво само вкусное. Тело, тело офигенное. Это просто... После вкуса какой-то сумасшедшая вообще. Ну согласись, да очень интересно. И лимонная цедра какая-то есть. И пшеничка какая-то чувствуется, и кислинка, и сахар. Позже, и какой-то декстрит, и не знаю, все что угодно. И таблетки, и блин... Да вообще... И бананы, и папайя, причем недозрелая. Слушай, они чекетку не перепутали, я вот что-то... У меня какое-то сомнение начало было. Да? Сумасшедшее пиво. Пиво вкусное. И огурцы с помидорами. И вот этот, знаешь, маринованные огурцы с помидорами. Что только нет в нем. Сумасшедшее. Нет, реально, пиво интересное, пиво вкусное. Охренеть просто. Ну, я не знаю, блин. Вот все, теперь почувствовал алкоголь. Вот со второго блатка почувствовал алкоголь. Пиво вообще не чувствовал. Акоголь я не чувствую. Не чувствуешь? Я почувствовал. Ну, по себе по опьянению чувствую. Она как бы сразу же начинает вставлять. Но... Во вкусе... Сумасшедшее пиво. Вообще сумасшедшее. Угу. Охренеть просто. Мне понравилось. Вообще охренеть. Мне понравилось, но... Что он сделал? Ну, опять же, не в стиль. Вот что, второе пиво уже не в стиль. Да? Здесь вообще не про это. Почувствовал алкоголь. Что, все равно про это? Да, нет. Мы же с тобой решили попить красного пива. А где оно красное? Его нет. А на тебя мы не решили с тобой. Мы решили вкусное пиво пить. Я очень рад, что это такое оказалось пиво там. Сейчас будет самое интересное пиво. После вкусе. После сумасшедшее. Вообще не знаю. Ну... И тоже лезет. Смотри. Тоже лезет. Здесь... Да. Что-то они там с технологией переборщили. И за счет этого стало оно еще вкуснее. Дефектов просто миллион, да? Ну, просто дефект на пиво. Ну, за счет этого оно охренеть какое вкусное. Ммм... Пашеная капуста, блин. Во вкус. И рассол. Рассол какой-то. Да, да, да. И оно и сладкое одновременно, и соленое, и кислое. И бананы, и незрелая папайя в нем еще. Да, да, да. Там что-то дофига у него сегодня. Ну, прикольно. Вообще. Вот тут тоже приятно, кстати. Очень приятно. Необычно, приятно. И хочется гренки. Да? Какие-то бельгийские вот эти греночки, да? Вот, которые в банке есть. В барах дают. Ну, да. Вообще бы. Ну, и сейчас мы... Я бы такое из полных холодильника себе забил бы, знаешь. Когда в жизни все плохо, открыл такое, и все сразу хорошо. Он тебе радуется. На, зачитай. Ну, сейчас все по-серьезски. Да, это уже будет серьезно. Шутить хватит. Шутки закончились. Десяточка пошла. Во рту просто... Классно слушать. Необычно вообще. Все пиво просто шокировало. Каждая бутылка открываешь и просто... Ну, такое мне нравится. Вот прям вот. Очень нравится вот такие. Блин. Когда вот такой подход к пиву. Квадрюкель. Крепкое бельгийское пиво. Верховое воображение. Отличается насыщенным темным цветом. Здесь хотя бы... Ну, опять же. Ну, опять не очень насыщенные. Как бы темные, да? Ну, не насыщенные. Больше бы к предыдущему пиву подошло бы. Угу. Богатым цветовым фруктовым букетом. Насыщенным вкусом с оттенком специй. Кориандр, гвоздика, ваниль. Плотный, текстурный, легкий, мировой горечи. Горечь, короче, 25. Айби... Ой, да. Ну, 25. Алкоголь 10. Так хорошо мне стало, слушай. Вот. Сытого, да? Надо же так быстро. Угу. Эфир. Ну, сейчас что говорит? Пробовать будем, что? Кладбрюбель? Вот. Теперь в Алматы, да. Есть и кориандра, и корица, вот эта всякая херня. Ох, ты сразу же как будто темный вечер, знаешь, сразу же охота. Сколько специй тут, да, чувствуешь? У нас сейчас, друзья, вот это не поверите, 10... Один часов утра. Один часов утра, да. А здесь сразу же как будто ты в вечер превращаешься. Ну, кстати, пивом по дрипплям всегда будет вечер. То есть после него ты сразу пойдешь спать. Ну да. Если еще пару бутылочек уберешь, 100% пойдешь спать. Вот аромат здесь, именно бланш. Вот аромат бланш. Только где-то бананчик. Компликации квадриппель здесь 100%? Бананчика нету. А так вот все, что должен быть бланш, здесь есть. Есть кориадра, есть. Ну да, но все равно аромат какой-то дриппеля уже нет. Не, ну понятно, что крепость дает. Крепость дает. И даже такое. Ты даже чувствуешь, что это темное пиво. Даже по аромату чувствуешь темное пиво. Все равно, ну, со своим стилем, да, со своим подходом. Как и все пивасы. Ну, блин, классный чувак. Ну? Мне вообще понравился его подход. Он очень... Он делает классику, ну, такую, что просто хрен догадаешься. Красное пиво. Классика. Банш? Да. А крик? Нет, крик хороший. Крик очень хороший. Крик очень хороший. Ну, тоже не классический крик. Нет, не классический. Вообще офигенный. Классно. Классно. Давай пробовать будем. Классный пивас делать. Ох, да. О, да. О, да. О, да. О, да. Вот оно мое любимое пиво. Ну, чуть-чуть пересластил. И за счет сахара ты сейчас не почувствуешь алкоголь. Он не чувствует сахара. Как грепили нужно. И тебя потом бабахнет так наковывает. А тебя наковывает с него. Ну, тоже, да, не совсем обычный. Вот. Да? Так сладковатый, потому что. Вообще смотри. Не, ну. Блин, интересно делают. А что-то я послушал. Нефильтрованный вот? Тоже? По-моему, нет. Смотри. Потому что как бы темный. Я думаю, вообще ничего не делают. Зачем им это делать? Зачем фильтровать, да? Что-то для чего это? Сколько пиво? Даже, смотри. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, потеря вкуса. Хочешь сказать, хлеб. И тоже во время не могу сказать, что хлеб. Офигенно вообще. Вообще офигенно. Вообще пивоварня, блин. Классно. Вообще все пиво. На ум почему-то приходит сразу вот этот чуреный батон. Чуреный батон. Но он не черный. Он такой селый. Мне сразу приходит вкусная сосиска съесть охота. Баварскую, да? Какую-нибудь такую? Ну, не баварскую, а бельгийскую, скорее всего. Что-то вот там знаешь. Там Бельгия, Германия, и там все, господи. Все одно и то же. Да нет. Что нет-то? Пиво разное совершенно. Так что они все одно и то же, пап. Так что они все одно и то же. Пиво по-другому валят, конечно. Пиво по-другому валят, конечно. Да и люди разные. Так чеки этого. Они друг в гости ездят? Я думаю, что в Германии еще допускают трансвеститов. В Бельгии, я думаю, им пиздец. Как же знаешь. Ну, вот это вот так вот. Я не думаю, что там они свободно бы ходили по улицам. Хотя хер его знает, что там у них там. В репейские ценности. Ну, пиво они, гады, варят вкусное. Я не знаю толку вообще. Да, это вкусно. Так хочется, чтобы в России сварили что-то типа такого, да? Мне тоже не варят. А, видимо, нет доступа к ингредиентам. Так у них же еще эти, свои дожжи они там используют. Я говорю, доступ к ингредиентам. Кто тебе продаст такие дожжи? Да никто никогда в жизни не продаст такие дожжи. Ну, там свои дожжи все выращивают. Нет, вот это куст на пиво, да. Спасибо. Ну, это не классический квадрюбель. Вообще. Так они вообще, вот эта вся линейка, она вообще другая. Вообще. То есть, вот здесь, я не знаю. Танецство обалденное, на высоте. Но стили, это просто написание, а это совершенно свои. Это совсем другие сорта пиво. Это вообще не стили, да. Своё что-то, да. Свои стили какие-то. Ну, это совсем тоже. Влад, вообще спасибо большое. Вот за этот пивас огромное спасибо. Очень. Кстати, он уже несколько пивас к нам прислал. Такие штуки просто шокированы были, да? Блин, конечно. Но это, это неописуемо прикольно. Я уже, ребят, допиваю его. Вот прямо с большим удовольствием допиваю. Потому что это действительно вкусно. Я тем более люблю кремкое пиво. Здесь сладость забивает алкоголь. Я его не чувствовал алкоголь. Я пью, ну, вообще. Да, я пью, ну, знаете, вот такой грасл шея. Это не больше. А тут уже 10. Извини, да? Да, вот когда, давайте скажем так вот. Вот сравните, если вино 10 градусов, а пиво и пиво 10 градусов. Вы пиво быстрее опьянеете. Чего свина? 10 градусов. Ну, здесь газы? Да. Здесь опьянение быстрее приходит, чем свина. Здесь же газировано? Вино шампанское так же опьянеешь? Да, да, да. Вот шампанское. Я шампанское вообще вырубаюсь, ребята. Это сразу. Та же пиво. Здесь дрожжи есть. А жена у меня с сестой, они 7 бутылок на двоих выпили в новогоднюю ночь. И нормальные. А я два бокала и спать ушел. Ну все, что там. Надо было продолжать. Да, думаю. Я не мог уже. Я уже сидеть не мог. Конечно, перед этим полтора литра водки что я выбил. Нет, не водки, а виски. Ну, плюс-минус тоже. Конечно. А вот он такой, да я с шампанское вот так засыпаю быстро. Вообще вырубил. Вот вообще с шампанским было виновата, да? Мы по московски встречали по московски. У меня еще и сжога с него пытался. Да, да, да. А то, что там перца съел, я не знаю там. Пиво сы еще выпил. Который не помнит как бы. Да, да, да. Литра четыре. Ну ладно, ребята. Вот все посидели. Хорошее настроение стало. Это реально хорошее настроение. Бельгия это всегда классно. Это разговоры. Это всегда. Вот лучшее пиво для компании. Посидеть, поговорить, допустим, со своими друзьями. Это все-таки не пожалеть денег. Взять хорошую Бельгию. Достаточно не так-то и много. Пусть смотри, разливного пива сколько надо взять? О-о-о, тонну. Тонну. Это просто все обоснутся, извиняюсь за выражение. Невкусного пива выпьют. Вот это все, вот это будет много полторашек для желудка, для почек. Здесь у тебя будет куча рыбы там. Это почки, все дела. Ну это будет очень. Можно же взять что? В принципе те же деньги. Чуть-чуть может побольше. Вот чуть-чуть побольше. Взять хорошее Бельгийское пиво, посидеть цивильно. Да можно, можно даже, извиняюсь, те же деньги может даже потратишь. Я не знаю. Ну опять, я говорю, Бельгию не все любят. Вот и все. Есть люди, которые вообще не любят Бельгию. Но мы же джентльмены. Ну да. А джентльмены в Англии живут. А мы в России. Мы, значит, кто? Егерин. 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 Ну, слава нам пофиг. Друзья, кому интересна такая вот открывашечка, классная штука, блин, не знаю, на подарок прийти кому-то вот заварить. Реклама. Просто ссылочка в описании, друзья, на наш магазин. Все бокалы, капиты, замечательные. Под пиво, под виски, под коньяки, под все что угодно. Классные. Ну, вообще везде их используют. Люди нам пишут обратные отзывы, говорят, перепробовал. Бокал классный. Сначала не написал отзыв, потом пишет, бокал классный. Да. Ну что? Давай. Который тебе больше понравился? Мне понравился вот эти два пивасика понравились. А мне вот да. От этого я просто в шоке. Нет, я люблю, чтобы есть пиво, это пиво, чтобы стиль попали. А здесь вообще не попали. Но оно вкусное. Я от него в шоке все еще. Но оно вкусное. Ну ладно, друзья, подписывайтесь, все будет круто. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока.